Джеймс Борг Сила мысли «Поменяйте ход своих мыслей, измените свою жизнь» Посвящается сотням людей, поделившихся со мной мыслями и опытом, которые вы найдете на страницах этой книги, а также читателям, способным изменить свое мышление и жить полноценной жизнью. Переводчик Анна Твердовская Об авторе Если есть вера, способная двигать горы, то это вера в силу вашего собственного разума. Помимо консультирования индивидов и организаций, Джеймс Борг ведет семинары по личностному росту и развитию деловых качеств, такие как «Магия памяти», «Магия убеждения» и «Управление разумом». Кроме того, он автор бестселлеров «Сила убеждения» и «Язык тела», «Книги удостойной награды». Вместе с силой мысли они составляют трилогию. Рано заинтересовавшись особенностями человеческого разума и магией, Джеймс стал развивать способности собственного мозга еще в детстве. Запоминая таблицу умножения, производя сложные вычисления в уме и развлекая людей магией ума, он значительно усовершенствовал свою память и умение читать мысли. Получив экономическое и психологическое образование, он также занимался рекламой, торговлей, маркетингом, психологией труда, тренингами и журналистикой. «Введение. Ибо нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым». Уильям Шекспир. Что может быть важнее наших мыслей? Мысли создают реальность. Качество нашего мышления определяет качество жизни. «Мышление связано со всем, что мы делаем. Это то, чем мы занимаемся каждый день на протяжении всей жизни. Однако многие из нас воспринимают это как данность. Наш мозг работает постоянно, но большинство людей не задумываются о том, как устроено их мышление. Способность мыслить лежит в основе всей нашей деятельности, и нет ничего важнее этого, кроме одного – умения дышать». О чем эта книга? О достижении эмоционального благополучия, личного и профессионального успеха путем управления собственным мышлением и использования этой внутренней силы для изменения отношения к жизни и поведения. У вас появится план действий, который поможет освободиться от тирании мыслей, сдерживающих ваше развитие во всех аспектах жизни и покажет, как контролировать свое мышление. Итак, цель этой книги – заставить вас задуматься, благородная цель для книги о мышлении – и ясно осознать, что вы способны, обладая данной вам силой, управлять собственными мыслями, а не подчиняться им. В конце концов, только ваше мышление может привести вас к успеху или преградить путь к нему. Поэтому для преобразования своей жизни необходимо изменить мышление. Начнем с основополагающих убеждений и принципов, которых все мы придерживаемся. Они управляют нашим мышлением, и многие из них носят ограничительный характер. Я изучаю человеческое мышление уже целую вечность. По крайней мере, возникает такое чувство. В детстве, когда я тренировал память, мне удалось оказать воздействие на то, что современная наука называет нейронными путями мозга. И оказалось, что чем больше я заучиваю, тем больше запоминаю. Вскоре повторять таблицу умножения от 2 до 300 и считать в уме стало намного проще, как и запоминать имена, слова популярных песен и многое другое. И всего этого я достиг благодаря постоянной тренировке мозга. Мой интерес к магии абсолютно случайный, помог мне сделать еще один шаг вперед к постижению удивительных механизмов мышления, так как магия неразрывно связана с человеческим мозгом. С этой темой меня связывает еще одно. Я специализируюсь в области искусств, которая называется магией ума. В промежутках между учебой и в свободное от работы время я выступал, громко сказано, с номером «Разум и магия Джеймса Борга». Интересно, что большинству людей очень нравилась та часть, о которой речь шла о разуме. Телепатия, управление сознанием и все, что касалось разума, очень интересовало их. Так что, надеюсь, эта книга о мышлении прольет свет на многие занимающие вас вопросы. Если вы почерпнете из нее всего одну или две понравившиеся идеи, которые сделают вашу жизнь более полноценной, то можно считать, что моя задача выполнена. На пути познания разума мы увидим, что каждый из нас представляет собой то, что он думает. Наши убеждения и поведение определяют нашу личность. Мы увидим, как можно изменить взгляд на вещи с помощью модели управления сознанием, которую я использую в коучинге и на семинарах, и на себе самом на протяжении многих лет. Эта модель опирается на принципы рационально-эмоциональной поведенческой терапии, которая, в свою очередь, заимствовала основные идеи у философов и древних мыслителей, живших более двух тысяч лет назад. Я опираюсь на гигантов, которые на протяжении многих лет указывали на необходимость правильно мыслить, начиная с философов, таких как Сократ, который говорил, что неизученная жизнь не стоит того, чтобы ею жить, и Эпиктета, который говорил «меня заботит не то, каковы вещи сами по себе, а как их воспринимают люди». Шекспир мудро заметил, что нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым. Эта тема занимала умы на протяжении многих веков. Вспомним, например, Нормана Винсента Пилла с его принципом позитивного мышления и американского психотерапевта Альберта Эллиса, автора терапии РЭПТ, которая стала настолько революционной и успешной, что ее подхватили многие, и именно из нее выросла познавательно-поведенческая терапия. Как видите, люди не очень-то изменились за тысячу лет. Мы все еще страдаем от тех же болезней мышления, которые вызывает неконтролируемая работа мозга. Неужели ничего нельзя изменить? Стресс – черта современной жизни. И никто не может сказать с уверенностью, что эта проблема его не касается. Жизнь без забот – иллюзия. Страх и тревога охватывают каждого из нас, поэтому мы объясним, как избавиться от мыслей, которые вызывают подобные эмоции. Гнев – одна из тех негативных эмоций, которые наносят тяжелейший урон нашему психологическому и физическому здоровью. А умение справляться с этим недугом – обязательное условие для достижения благополучия, так что мы обсудим, как это сделать. Как мы отметили, вы то, что вы думаете. Но есть еще один важный момент – вы то, что вы помните. Мы пройдемся по нейронным путям мозга и посмотрим, как память хранит информацию и как разум может подзарядить клетки мозга, чтобы они запоминали больше. Наконец мы расскажем, как реализовать свои мечты, вооружившись новыми принципами мышления. Единственное, что в вас изменится – это убеждение и отношение к людям и жизни в целом. Это удивительный волновой эффект от изменения принципов восприятия. Я постарался гармонично сочетать глубокое научное исследование без профессионального жаргона с примерами из жизни. Повторяю, если вы найдете в этой книге всего лишь горсть идей, которые помогут вам мыслить по-новому и изменят вашу жизнь к лучшему, то можно считать, что я выполнил свою задачу. Моя цель в этой книге, как и в двух предыдущих из этой трилогии – информировать, обучать и развлекать. Мудрые слова обладают потрясающей способностью преображать жизнь человека. На страницах этой книги вы найдете несколько цитат. Возможно, вам захочется запомнить некоторые из них или записать их и время от времени перечитывать. Я благодарен сотням людей, которые поделились со мной своими мыслями, вдохновив меня, а также привели множество примеров из своей повседневной жизни, делясь опытом, успехами и неудачами. Всем вам я хотел бы сказать – ваша тайна не умрет вместе со мной. Нет, серьезно. Я просто пересказал, сохранив анонимность, конечно же, некоторые ваши мысли и истории, которыми вы со мной поделились. Тот факт, что стольки из вас смогли распознать мешавшее вам в жизни ошибочное или негативное мышление, полагая, что модель управления сознанием раскрывает глаза на мир, очень меня радует. Кроме того, то, что упорство и позитивное мышление после огромной практики помогли некоторым из вас достичь хороших и даже блестящих результатов, радует еще больше. Ваше прошлое, настоящее и будущее зависят от ваших мыслей. Помните, ваше мышление – это ваша автобиография. Так что приступим.